Наш следующий выступающий это отец Павел Великанов, который является доцентом Московской Духовной Академии, главный редактор портала bogoслов.ru, как вчера выяснилось, целая гроздь разных порталов, которые вокруг этого уже сложились за последние годы, настоятель пятницкого подворья Троицы Сергия Валавры и отец четырех детей. И Павел Великанов с докладом «Только на крючке страдания выуживается любовь». Прошу вас. Можно долго рассказывать о том, что такое православие, о храмах и иконах, о догматах и обрядах, о целомудрии многодетности и о многом другом. В этом году мы вспоминаем, как ровно сто лет тому назад все это рухнуло в одночасье. И когда сегодня мы говорим о возрождении православия, очень хочется сказать стихами безымянного молодого автора, который пишет в стиле стишков-порошков. «Мой Бог, да это ж те же грабли, не разглядел я в темноте, а ну-ка наступлю еще раз, да, те». Есть ли какой-то способ обойти эту уже однажды проторенную тропу? Конечно, есть. Для этого надо посмотреть на православие через призму Евангелия и ничего не удаляя, всего лишь немного изменить акценты. Основной тезис моего доклада таков. Если церковь не научает людей любви, причем такой любви, которая не боится через боль преодолевать все, что этой любви препятствует, то такая церковь не может быть названа телом Христова. Подтверждение этому мы находим у известного афонского духовника, бывшего игумена монастыря Симонопетра, отца Эмилиана Вафидиса. Цитата. «Если нет гармонии в отношениях с другими людьми, то невозможно вести никакой духовной жизни». Что для православия самое главное и абсолютно неотъемлемое, без чего огромное здание религии оказывается в очень шатком положении? Это Христос. Не какая-то абстрактная идея Бога, универсальная для всего человеческого рода, а живой, непредсказуемый и объективно сущий Богочеловек, который и является главой нашей Церкви, Церкви не как религиозной организации, а Церкви как Его, Христово, тело. Что это значит? Когда мы говорим, что верим в единую, святую, соборную, апостольскую Церковь, тем самым мы утверждаем, что все эти характеристики совершенно не очевидны. Иначе зачем нужна была бы вера? В очевидное уже не верят, а просто знают. Церковь, как тело Христова, ожидает от нас веры так же, как родитель, когда дает ребенку бумагу и карандаши, верит, что в итоге он станет рисовать, что сначала он научится просто держать их в руке, затем начнет что-то пытаться изобразить, будет не получаться, он будет расстраиваться и даже злиться, его надо будет поддержать, погладить, ободрить, и при этом нет никаких гарантий, что неразумному сынку не придет в голову исследовать при помощи очень удобного карандаша, столь привлекательные дырки в электрической розетке. Значит, говоря словами апостола Павла, мы как церковь пока еще совсем не то, чем должны быть. Послание к Коринфянам. То есть мы находимся в процессе обучения и становления, и это нормально. И тот же апостол призывает нас не просто успокоиться на этом, но постоянно испытывать самих себя, исследовать, верили мы, действительно ли в нас Дух Божий, или мы только воображаем об этом. Спаситель оставил вполне конкретные признаки, или, как сегодня говорят, маркеры, по которым мы можем определить, насколько далеки от поставленной задачи. Итак, главный и основной маркер, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Еврейский язык, описывая божественную любовь, включает неожиданные оттенки. Например, «рашам» означает буквально «ласкать», «лелеять», и этимологически связано со словом «рашен» – материнская лона. Бог не стесняется описывать свою любовь к человеку в таких же терминах, как влюбленный юноша в книге «Песнь песней» описывает свою избранницу – горячо, страстно, неудержимо. Это именно та самая любовь, которая заповедана Богом – всем сердцем, всей душою, всеми силами и всею мыслью. Одним словом, одна очень большая любовь, очень радостная, очень светлая, правда, путь к ней через крест. Если достижение такой настоящей, большой любви и есть смысл жизни христианина, то неизбежен вопрос, а где ее взять? Тем более, когда внутри каждого из нас мощный магнит эгоцентризма, своим полем заворачивающий любое благое движение на пользу себе любимому. Да и вообще, возможно ли это загадочная любовь Христова сегодня? Любовь не есть нечто само собой разумеющееся, ей надо также учиться, как разговаривать, рисовать или играть на музыкальном инструменте. По своему предназначению, церковь и есть эта школа любви. В любой школе есть соответствующие классы. В нашем случае это будут классы внимания, уважения, интереса и неотступности. Первый класс, первый показатель любви – это внимание. Почти безошибочный маркер отношений между людьми. Если мы хотим учиться любви, значит, надо научиться управлять своим вниманием, распределяя его так, чтобы своим облаком любви охватить максимально тех, кого Господь поставил рядом. Невнимание – значит, в душе господствует память о себе. Любовь – это прежде всего память о других. Природа любви, пишет Сергей Фудель, непостижима, как природа божественная. Но одно мы точно знаем, что если есть гордость, то значит нет любви. Что любовь есть смиренное забвение о себе, что она есть отдача себя для других. Грех же, напротив, всегда память о себе и забвение других. Поэтому все грехи есть большой или меньший отказ от любви, большая или меньшая гордость. Конец цитаты. В жизнеописании преподобного Силуана Афонского мы находим яркий эпизод, когда он был еще подростком, причем подростком, как сегодня принято говорить, весьма трудным, с взрывным и страстным характером. Взрослые братья работали с отцом. Однажды во время жатвы Семену пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, он наварил свинины и все ели. Прошло полгода с того дня. Уже зимою в какой-то праздник отец говорит Семену. Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда как дохлятину. А что же ты мне не сказал тогда? А я, сынок, не хотел тебя смутить. Нетрудно понять, насколько больно было тогда отцу, но он и вида не показал, чтобы не расстроить своего сына. Второй класс – уважение. Какая польза, говорит Христос, если вы любите любящих вас? Это совсем нетрудно. А вот полюбить того, кто чужой, иных взглядов и образа жизни, быть может, даже твой откровенный враг, это действительно сильно. Особую остроту этот вопрос приобретает в церковных семьях, когда новоиспеченный подросток, в которого с младенчества были влиты ведра христовой крови, решительно отказывается ходить в храм и вообще иметь какую бы то ни было связь с церковью. Не хватит никаких слов, чтобы описать эту острую родительскую боль, когда в самом дорогом твой любимый ребенок оказывается врагом. Но это и есть тот самый призыв к божественной безусловной любви, отказавшись от которой в дальнейшее возрастание невозможно. Безусловная любовь, та, которой Бог любит нас, не подминает под себя человека, но бесконечно уважает любой выбор, даже если он ошибочный. Позвольте привести один случай, описанный в современном афонском патерике. Некий молодой послушник, прожив несколько лет в маленьком скиту с двумя престарелыми монахами, в какой-то момент смертельно устал от постоянных ночных служб, вечного недосыпа, скудной еды, да и хозяйственные дела лежали на нем. И вот он решил, все, уеду с Афона, женюсь и стану обычным нормальным семейным священником. Услышав об этом, старцы промолчали. Он уже подготовил апологетическую речь, но она не понадобилась. Через несколько дней, когда он собрал свои вещи и собрался навсегда покинуть скит, старички вышли его проводить. Они так и не сказали ни слова укора, хотя понимали, что их просто бросают. Им было очень больно, но они смогли прорваться через эту боль и не обидеться. На прощание один из них вынул из пазухи толстый конверт, в котором лежали деньги. На, возьми, пожалуйста, ты столько трудился на нас, теперь едешь в мир, там они тебе понадобятся больше, а мы уж как-нибудь обойдемся. Когда юноша понял, что ему отдают все деньги, которые были в обители, лишь бы ему было там, в миру, легче устроиться, и отдают без малейшего укора или назидания, его пробило. Он упал в ноги своим старцам, разревелся, как ребенок, и никуда не ушел. Третий класс – интерес. Как можно сохранить интерес к человеку, когда он или она, казалось бы, давно изучены вдоль и поперек? Как можно сохранить интерес к Богу, когда весь внешний ритуал вызубрен наизусть? Искать резонансные точки, у каждого свои, которые помогают освежить и пробудить угасающий интерес. И здесь без постоянного внимания к тому, чем живет ребенок, что именно его в данный момент волнует и вдохновляет, не обойтись. Эти тонкие, почти незаметные порывы надо уметь внимательно отслеживать и никогда не пропускать. В моей жизни был эпизод, когда младшие дети захотели вместе почитать детское Евангелие. Каково же было мое удивление, когда после прочтения всей книги на следующий день младший сын сказал, а давай снова начнем читать Евангелие. В это время старший резонно заметил, а зачем? Ведь мы уже все прочитали. В итоге с младшим мы трижды прочитали эту книгу, пока этот неожиданно родившийся интерес у него не был удовлетворен. Архимандрит Андреа Шконанос в качестве теста, любит ли муж свою жену, задавал очень простой вопрос. Какое самое любимое блюдо у нее и какое мороженое она любит? И когда муж оказывался в растерянности, это было красноречивым ответом о подлинных причинах разлада в семье, давно угасший интерес и глубинное отчуждение. И последний, четвертый класс – это неотступность. Все мы хорошо знаем притчи Христа о важности неотступности в молитве, о друге, который поднимается ночью на непрекращающийся стук в дверь, о женщине, надоедающей судье, что он уже мечтает от нее избавиться. Но ведь эта неотступность симметрична. Бог потому и ждет от нас неотступности, потому что Сам только так нас и любит. В молитве анафоры, центральной евхаристической молитвы, есть такие слова, хорошо знакомые каждому священнику. «Ты от небытия в бытие нас привел, еси, и отпадшее восставил, еси паки, и не отступил, еси вся творя, донди же нас на небо возвел, еси». Бог, словно горячо влюбленный, уже не останавливается ни перед чем. Потеряв предмет своей любви человека, он приходит на землю, он сходит в ад, он вытягивает его из плена смерти и греха своим воскресением, и только тогда может успокоиться. Неотступность в отношениях между людьми – это показатель не только действенной любви, но и веры в то, что непреодолимых препятствий не бывает. Православная икона воскресения – глубокий образ этой божественной неотступности. Бог прорывается сквозь миры, чтобы схватить прародителей и вырвать их из плена смерти и дьявола. Еще одна история из жизни святогорцев. В одной небольшой келье вдруг заметили, что куда-то стали исчезать дыни с монастырской бахчи. Поскольку обитель была в очень труднодоступном месте, и никто из чужих там не бывал, стало понятно, что ворует кто-то из своих же. И вот один монах решил устроить ночью засаду. Еще не расцвело, как он прибежал, весь радостный в келью игумена. «Отче, я теперь знаю, кто из наших ворует дыни!» Недав договорить, игумен закрыл ему рот рукой и сказал, «Если в следующий раз тебе снова придет мысль идти выслеживать вора, очень тебя прошу, спрячься так, чтобы он тебя случайно не заметил для спокойствия его совести». Вот что такое безусловная и неотступная любовь. Для игумена и сам вор, и другие монахи одинаково любимы, и он трепетно относится к душевному покою каждого из них, терпеливо ожидая, когда же грешник сам придет к покаянию. То, что монастырь несет ущерб, для него несоизмеримо с важностью сохранения любовного отеческого отношения к согрешающему, поддержание окошка возможностей его покаяния постоянно открытым. Главная психологическая основа этой неотступности – это внутренняя установка на неведение лукавства в человеке, то есть умение прорываться через любой грех и несовершенство к скрытому в душе образу Божию. Но кроме класса в нашей школе любви есть также свои ловушки, или точнее перевертыши любви, о которых кратко скажем. Первая ловушка – это религиозный тоталитаризм. Когда человек активно входит в церковную жизнь, его приоритеты резко меняются. Порой это может приобретать гротескные формы. Неспроста в постсоветское время появилась шутка, когда в семье появляется неофит, остальные члены семьи становятся мучениками. Такая ситуация ярко выраженного доминирования религии над простой человеческой любовью – это нередкий случай ошибки, когда религия воспринимается над отношениями, в то время как ее единственное место внутри любви. Отец или мать, заставляющие ребенка безусловно ходить в храм, вычитывать молитвы, строго соблюдать пост, слушать исключительно духовную музыку и смотреть только религиозные фильмы, гарантированно закладывают под фундамент строящейся духовности ребенка тротиловый заряд, который рванет при первой возможности. Людей, которые практикуют такую ревность неразумную, Эмилиан Вафидис прямо называл «богоотводами». Цитата «Они отстраняют от себя Бога, как молнииотвод отстраняют молнию от дома. И наоборот, они притягивают молнию к себе, становятся притягивающей силой для греха, отчаяния и сатаны». Причина такого поведения – ложно понятая духовная жизнь, как пространство для ритуальных действий, невыполнение которых неизбежно грозит бедой. Если посмотреть на веру не как на декларацию намерений, а как на состояние предельной заинтересованности, то религиозная жизнь откроется под другим углом. Наша религия, пишет преподобный Порфирий Кавсакалевит, «это любовь, это божественная ревность, воодушевление, это жажда божественного. Достижение этого – естественная потребность души. Но для многих религия – это борьба, беспокойство и стресс. Поэтому многих «религиозных» людей считают людьми несчастными, потому что видят, в каком плачевном состоянии они находятся. Если не понять религию в глубине, если не жить ею, то религия легко превращается в болезнь, да еще в болезнь страшную. Настолько страшную, что человек теряет контроль над своими поступками, становится безвольным и бессильным, воспытывает беспокойство и стресс, руководствуется злым духом. Он кладет поклоны, плачет, взывает, как бы смиряется, но все это смирение – сатанинское действие. Некоторые из таких людей религию воспринимают как один из видов мучений. В церкви они кладут поклоны, говорят, мы грешные, но лишь только выйдут на улицу, начинают говорить «хулу», если кто-нибудь даже немного им досадит. Становится очевидно, что в них демон. Конец цитаты. Вторая ловушка, связанная с первой, может быть сформулирована так. Причинение добра или содержание важнее метода. Это своего рода перевертыш интереса и неотступности любви. Родители, которые хотят причинить добро своим детям, навязывают сверху вниз различные модели, которые с их точки зрения являются единственно правильными. Третья ловушка – это перевертыш внимания или отчужденные отношения между родителями и детьми, припорошенные видимостью послушания и почитания родителей. Начитавшись аскетической литературой, адресованной монашествующим, родители пытаются механически перенести принципы абсолютного послушания в семью. В итоге вместо выстраивания доверительных и любовных отношений появляется жесткий диктат и болезненная сверхответственность, а со стороны детей – инфантилизм и страх перед принятием решений. Безумно требовать от детей абсолютного послушания и сравнивать их с монахами. Послушник в монастыре свободно и произвольно выбирает старца и вверяется ему. У детей нет ни выбора, ни осознанности в силу возраста. Вот какой образ единственно правильных отношений предлагает нам Архимандрит Эмилиан. Когда мы ощущаем себя единым телом с другими, как любящие и уважающие друг друга братья, когда мы не вмешиваемся в жизнь ближнего, а он в нашу, тогда чувствуем мир, уверенность и свободу. Тогда ближний не становится помехой в нашей жизни, и мы не боимся его присутствия, а он – нашего. Мы спокойно строим свою жизнь, мы искренне любим работать и молиться. Область неверия и нелюбви – это область не церкви, а ее призрака, коварного двойника. Именно он совершает в истории страшное дело провокаций, создает впечатление, что иной церкви, кроме него, не существует, что нет на земле больше Христовой правды и нет больше тела Христова. И перед каждым христианином стоит выбор – либо быть частью церкви, любящей, горячей, небезразличной, беспокойной, прорывая сквозь боль преодоления себя ко Христу, или служить ее призраку – устойчивому, величественному, самодовольному, но бесплодному. Главный вызов, адресованный церкви сегодня – это вызов нелюбви. В какие формы эта нелюбовь облекается, значения не имеет. Аборты, эвтаназия, коррупция, трансгуманизм, терроризм – все это один и тот же отказ от заповеданной нам любви. Любви вполне конкретной, ясно очерченной и понятной. И противостоять этим вызовам можно только одним образом – жизнью свидетельствовать о церкви, как территории Божьей и человеческой любви, школе любви, куда приходят полуживые, застывшие от ледяного дыхания греха люди и отогреваются. Ведь, как тонко подметил Василий Розанов, любить – значит истинствовать на этой земле. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У нас есть пять минут на вопросы из зала. Может быть, пока зал раскачивается, вот эти четыре класса, о которых вы говорили, которые начинаются с внимания и кончаются неотступностью. То есть в эстонской системе образования четыре класса – это начальная школа. То есть что следует за этим? Пятый, шестой класс, после неотступности, что идет дальше? Если что-то идет. Но я подлагаю, что идет. Там какая-то незавершенность чувствуется. Знаете, не готов сказать. Простите. Это для меня пока терра инкогнито. Просто у меня возникло ощущение, что какая-то в этом есть такая незавершенность. Все эти четыре шага очень важны. И они, безусловно, являются этими начальными шагами на пути к любви. Мне показалось, что чего-то там еще не хватает. Но я тоже как бы сидел, я не мог понять, чего. Спасибо. Хорошее замечание. Есть над чем подумать. Как сочетать строгость в воспитании вместе с любовью? Как сочетать строгость в воспитании с любовью? Очень непростой вопрос, лично для меня. Потому что на собственном опыте я чаще убеждаюсь, что любовь, она гораздо сильнее действует, нежели чем любая строгость. Строгость, как правило, она является проявлением нашей слабости. То есть, когда мы не можем очевидно показать нашему ребенку, как действительно правильно, мы начинаем действовать от ума. Когда ребенок всем своим нутром понимает, что единственно правильно и хорошо поступать именно так, а не иначе, как-то строгость здесь, здесь она, в общем-то, уже не требуется. Я понимаю, что я не ответил на ваш вопрос, но какие-то акценты, по крайней мере для себя, вот я именно так их вижу. Знаете, вот опять-таки возвращаясь к той ситуации с старцами, с этим послушником, но ведь единственно правильно с формальной точки зрения было им сказать, ты хоть понимаешь, что ты делаешь? У тебя призвание Божие быть монахом, а ты хочешь уйти в мир и нас просто бросить на произвол судьбы. Можно было строго сказать, это же духовники, они имеют полное право вязать и решить. Почему они ничего ему не сказали? Почему они не стали с ним поступать строго? Ну, наверное, потому что у них был достаточно большой опыт, внутренний опыт того, что работает, а что не работает. Строгость – это… Строгость мы загоняем ребенка в определенный коридор, в определенные рамки. Понимаете, мы опять проваливаемся в пространство Ветхого Завета. Да, это нужно, это правильно. Но хорошо, когда эти рамки нам не нужны, потому что мы понимаем, куда двигаться. Почему Христос, опять-таки, нам принципиально по-другому описывает ориентиры и цели в виде заповеди блаженства, где нет этих внешних рамок. Но если вы стремитесь туда, то они для вас и не нужны, они как-то естественны. Ну, вот как-то так я бы ответил. Спасибо большое. Постараюсь кратко. Киркегор однажды сказал странную вещь. Он сказал так, что есть великая и трудная истина, что давать лучше, чем брать. И больше нее есть только другая великая истина, больше, чем эта, которую мы открываем позже, что брать труднее и лучше, чем давать. Это немножко, ну, это Киркегор, если человеческим языком, то когда мы говорим о преодолении эгоизма, и это действительно, наверное, самая трудная задача, эти четыре шага были об этом, преодоление эгоизма в любви, всегда возникает один очень серьезный вопрос, что мы это преодоление эгоизма мыслим себе как такую этическую жертвенность, отказ от себя. Но все-таки Христос был строг, когда говорил, что тебе польза от этого мира, если ты себя потеряешь. То есть все-таки в христианстве есть это более великое, чем моральное преодоление эгоизма, истина, что Бог нас любит, безусловно, избыточно, щедро и вообще готов все отдать без моих достоинств и заслуг за меня. Вот как это должно проявляться в педагогике? Вот эти шаги, которые были выделены, это мое преодоление эгоизма через способ откладывания меня в сторону. Это, конечно, строгое упражнение. Но есть другое, совершенно потрясающее упражнение, когда ты вдруг понимаешь, что вне зависимости от того, отложил ты что-то, не отложил, оказывается, тебя кто-то любит. И умение это видеть, это воспринимать, это не просто личный дар, а и какое-то требование к педагогике. Какое-то требование к педагогике. Быть таким местом, где человек учится видеть, что ему бесконечно дают, ничего не прося взамен. Вот как быть с таким преодолением эгоизма? Я думаю, что правильно будет смотреть на все эти четыре шага, не только по направлению вовне, но в том числе и по направлению к самому себе. Потому что в конечном итоге есть единственное существо, с которым мы худо-бедно, но все-таки знакомы. Это мы сами. Если мы не научимся, а, принимать самих себя, б, уважать себя в том, что мы делаем, в, иметь интерес и рождать в себе интерес и вкус к жизни, и быть неотступными по отношению к любви, к самим себе, мы ничего сделать не сможем. Поэтому я думаю, что, наверное, была услышана эта проблема докладчика, что произошло такое ощущение, что прежде всего это призыв к внешним, но на самом деле это точно такой же призыв и к самому себе. Потому что через правильную, через гармоничную, естественную любовь к самому себе мы можем научиться к любви и окружающим. Как ты можешь кого-то полюбить, если ты и самого себя-то не любишь? Правильно не любишь, не ущербно не любишь. Именно созидательно не умеешь любить себя. Вот как-то так. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.